Музыка Излюбленному месту отдыха заволжцев в парку Прибрежному исполнилось 25 лет. За свою четвертьвековую историю парк превратился из простой лесополосы на берегу Волги в комфортное место отдыха разных поколений ульяновцев. Именно поэтому вчера поздравить любимый парк приехало несколько десятков тысяч горожан, в их числе глава региона Сергей Морозов. Многие из вас во время разных встреч говорили, давайте мы его обустроим, давайте мы его сделаем комфортным. В прошлом году мы потратили несколько десятков миллионов рублей, но на этом приняли решение не останавливаться. И в этом году мы почти 50 миллионов рублей направим на обустройство этой парковой зоны. И я нисколько не сомневаюсь, так же как вот этот большой город сейчас строится, и этот парк будет один из самых красивейших в городе Ульяновске и в Ульяновской области. В качестве подарка парку губернатор вручил сертификат на 5 миллионов рублей. Сумма пойдет на покупку нового аттракциона. Для гостей в этот день работали игровые, спортивные и развлекательные площадки. А на площади перед парком развернулась целая сельскохозяйственная ярмарка. Фермеры и представители сельскохозяйственных кооперативов со всего региона представили свою продукцию по сниженным ценам. Мед, яйца, мука, сахар, овощи и мясо и многое-многое другое. А помочь с доставкой продуктов могли волонтеры. Военной техникой и показательными выступлениями удивляли ульяновские десантники. Бойцы 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады показали несколько боевых приемов, накормили солдатской кашей и чаем и научились собирать и разбирать автомат. Нам очень понравилось. Здесь много развлекательной программы, здесь вот его смотрено. И детям очень интересно, и выставка прекрасная проходит в военной технике. Это очень познавательно для детей. Ульяновцы могли совместить приятное с полезным. Ознакомиться с предлагаемыми дизайн-проектами общественных пространств Заволжского района можно было на экспозиции федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Мы представляем жителям те 9 общественных пространств, которые расположены на территории Заволжского района, которые предлагаются благоустройству в текущем году. В свой день рождения парк дарил подарки горожанам. Любой желающий мог поучаствовать в лотерее, заполнив специальный купон. В качестве призов, сладости, бытовая техника и даже автомобиль. По задумке организаторов, красная машина – символ победы сборной России по хоккею на Олимпиаде 2018. Ключи от новенькой «Лады Гранта» достались семье Трофимовых. Конечно, не ожидала. У нас сайт «Восьмерка» здесь. Я говорю, мы ее оставим и увидим. На ней такая же красная. Спасибо. Тем временем на главной сцене ульяновцев развлекали творческие коллективы песнями и частушками. Поздравить парк с юбилеем приехал популярный исполнитель Алексей Гоман. Дарья Сударева, новости Улянской правды.